Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире «Народной волны» с Игорем Цесарским. Программа «Радиоблог» с Игорем Цесарским. Здравствуйте, Игорь. Добрый день, Серёжа. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Прежде чем начнем мы свою передачу, я продолжу рубрику «Требуется», если вы не возражаете, конечно. Итак, нашей небольшой компании, которая сняла недавно документальный фильм под названием «Андерсон Мишин», это посвященный выдающемуся деятелю, основателю «Имко-пресс» или «Юмси-пресс» Полу Андерсону, требуется человек, который администрировал бы уже состоявшийся проект, и, возможно, таким образом бы неким вошел, скажем так, назовем это в мир кино, в мир документального кино. Есть такая возможность, господа, и если кому-то интересно над этим поработать, о подробности вы можете узнать, если позвоните, либо мне по телефону редакционному 888-222-1269, либо напишите, дайте свои координаты, имейл я тоже могу вам сказать, «Инфо-эт-континент-USA.com», «Континент через Кей», как пишите, как слышите, так и пишите. Еще раз телефон редакции 888-222-1269. Вот. Ну, а теперь уже мы перейдем к тому самому, чему мы, в общем-то, ради чего мы сегодня пригласили мою соведущую, соведущую в ТВ-клубе «Континент», о котором вы знаете наверняка. Если кто-то смотрит, особенно, я думаю, вы не пропустили наши последние передачи. Очень надеюсь, по крайней мере. Итак, Лена Пригова из Нью-Йорка. Леночка, добрый день. Рад теперь еще раз тебя видеть. Еще раз, Даша. Еще раз. Сегодня, опять же, этому числу, которое в памяти человеческой у многих сопряжено с достаточно трагическими событиями, ну вот так получилось, что эти события и трагические, и вроде бы достаточно праздничные. Почему? Потому что, с одной стороны, это дата, которая, в общем-то, начало независимости Украины уже в постсоветское время, 30 лет. А с другой стороны, это черная дата в истории вообще Польши и всей Европы, да и всего мира. Я бы сказал, это факт Молотова и Риббентропа, о котором мы говорили с нашим вот буквально сегодня, а эта запись появилась. Я очень рекомендую, очень интересный человек, который пришел в наш клуб и который рассказывал вещи, возможно, для многих не очень известные. И мне кажется, что мы с Леной сегодня попытаемся продолжить тот разговор, который мы уже начали в своем клубе, потому что там очень много всего, и даже в формате одной или передачи той, что была и сегодняшней, очень трудно обо всем рассказать. События уж больно важные и воспринимаемые многими, не одномерные, мы много говорили о том, что, к сожалению, люди некоторые застряли на вот тех формулировках, которые были придуманы в советское время, которые были составлены пропагандистами ЦК КПСС на Лубянке и прочими-прочими институтами, связанными с этими организациями головными, и когда мы рассказываем что-то расходящееся с информацией, сидящей у многих в голове, то получается, что не всяк воспринимает это. Ну, в общем, перейдем к делу, а не к общим разговорам. Лена, прошу тебя, начинай, начинай, а продолжай, точнее, наш разговор. Я уже так привыкла, знаешь, что ladies first, ты меня все время на амбразуру бросаешь, как бы, я спокойно отношусь к амбразуре, потому что я знаю, что у нас есть самый сильный щит, этот щит – правда. То есть мы не можем говорить сейчас о чем-либо, если мы не говорим правду. Правда бывает разная, она бывает очень жесткая, она бывает очень болезненная, особенно для людей, которые выросли в Советском Союзе. А Советский Союз нам рассказывал свою правду по всем законам пропаганды. Все 10 пунктов прописаны были у Геббельса, но Геббельс был не одинок в этом. Он хорошо учился на том, что написано в «Mein Kampf» у Гитлера. Это очень хорошо все было написано и сказано Лениным, Сталином и всеми пропагандистами, которые называли себя журналистами, которые называли себя кем угодно. Когда мы вспоминаем о великих пропагандистах американских, которые написали, как тот же Рид «Десять дней, которые потрясли мир», мы тоже тогда не понимали, что это пропаганда. Точно так же, как мы не отдавали себе отчет в том, что тот же Сартр – коммунист. И не только он, и Роман Ролан, и очень многие-многие люди, которые, в общем-то, были пропитаны коммунистическими идеями. Вот эти люди рассказывали нам с Запада, с той территории, которая находилась за железным занавесом, о том, что происходит в мире. И мы верили, находясь за занавесом. Мы были жертвами пропаганды, и мы несли эту пропаганду, мы ее носителями были. То, что сегодня произошло 82 года назад – это величайшая человеческая трагедия, которая одним рощерком пера свела вместе двух хищников – немецкого и советского. Потому что под пактом о ненападении, подписанном между Гитлеровской Германией и Советским Союзом, стоят две подписи. И Риббентропа с немецкой стороны, и Молотова. Риббентроп закончил навеселиться. Молотов не закончил навеселиться. Но он несет точно такую же ответственность за то, что происходило и произошло, как и несет ответственность Советский Союз. Два хищника не уместились в одном вольере. Лен, ну, в отличие от Германии, которая признает, что была хищником, и, в общем-то, здесь расхождений нет, в России недавно вышел уже закон очередной, который гласит о том, что приравнивание Сталина к Гитлеру, условно говоря, и Советского Союза к фашистской Германии, как там заявляют, наказуемо, уголовно наказуемо. Ну, это очень не напоминает то, что происходит у нас, когда коронавирус, в поминаде в негативном свете, уголовно наказуемо. Вообще, очень у нас много уголовно наказуемых сходств, потому что тоталитаризм, вот мы сейчас подошли к самому главному, к сути, тоталитарная система уничтожает критическое мышление. Тоталитарная система не разрешает критическими мышлениями распространяться, «Дабы управлять массами, нужны роботы и линтики». Критическое мышление не позволяет человеку становиться роботом и линтиком, оно оставляет его в состоянии хомо сапиенса, человека разумного. Мы все были единым советским народом, в Германии все поднимали и зиговали дружно, а мы удивлялись, как общество философов, поэтов, художников могло превратиться в стадо свиней. Вот тех самых свиней по формулировке Геббельса, которые превратили до этого еще и в Советский Союз тоже. Который безмолвствовал тогда, когда убивали его же граждан. Они подкладывали вот те самые прутья, святая простота. Тот костер, конечно. В этот костер. Костер разгорелся, просто когда два хищника подписали 23 августа в Москве 1939 года свой пакт о ненападении, там всегда был подписан еще и секретный, так называемый, пакт. Это был дополнительный протокол, который четко давал разограничения между сфер интересов, между вот этими двумя хищниками. И Восточная Европа была вот так вот разбита. Латвия, Эстония, Финляндия, в общем-то, часть Бессарабии, Литва, вот они взяли и разделили. И часть прошла в состав Польши, а часть, вернее, часть отошла от Польши к Советскому Союзу, а часть – Германии. Поэтому, когда мне говорят вот люди, которые, ну как же, это были наши земли, это не были наши земли, точно так же, как Западная Украина не была в составе наших земель, точно так же, как Литва, Эстония, Финляндия, да, когда-то они были, когда-то, при помощи вот все той же несправедливости исторической. Но победители пишут свою историю. И эта история прописана в учебниках советских. Мы говорим о пакте Молотова-Риббентропа, а уже первого числа состоялось фактически начало Второй мировой войны. Всегда любой подобный пакт заканчивается войной. И мы говорим о том, что Советский Союз нарушил свои обязательства, Германия нарушила свои обязательства. И тут прямые, прямые исторические параллели, потому что, собственно, вот тот же самый Будапештский меморандум, который был уже подписан после всех войн, в 1993 году он тоже был подписан Россией. И Россия его точно так же, другополучно нарушила. Вспоминается Бисмарк. Все, что он говорил о российских словах, и как быстро высыхает чернила, как нарушаются все абсолютно обязательства, пока еще не успели высохнуть даже чернила под этими договорами. Я ни в коем случае не хочу никого обидеть. Мы просто разбираем историю. Мы разбираем историю с точки зрения фактологической. А потом было 17 сентября. Советский Союз вступил в войну. То есть он не пришел воевать. Он пришел забрать часть польской территории. Эта часть польской территории закончилась очень тяжело для поляков. Я еще не говорю об украинцах, белорусах. Я не говорю об этом. Он для поляков закончился очень тяжело. 200 тысяч попало в плен. 200 тысяч военнослужащих, полицейских, судей, гражданских лиц. Из них 22 с половиной тысячи были расстреляны в Катыни, под Харьковом и под Тверью. До определенного времени, не так давно, мы считали, что вот эти 22 с половиной тысячи поляков были расстреляны немецко-фашистскими нелюдями. Нелюдя оказались с погонами НКВД. Это было доказано. Как бы ни старалась советская власть и Советский Союз отмыться и сказать, что это нет, это немцы, когда сделали анализ останков расстрелянных, они все были расстреляны с апреля по июнь 1940-го. Почему их расстреляли? Почему одних отпустили, а этих расстреляли? А их расстреляли очень просто, потому что они не изменили присяги. Они присягали Польше, Второй Польской Республике, и они не нарушали присяг. В этой братской могиле лежат поляки, евреи, татары, лежат православные, католики, иудеи и мусульмане. И всем им стоит памятник. Каждый согласно традициям той или иной культуры и обрядам религиозным. Эти люди были расстреляны цинично в протяжении трех месяцев. Я не помню, чтобы преемница Советского Союза Российская Федерация извинилась за этот расстрел. Я не помню. Я не признавался как таковой, ты говоришь про извинения, это вообще... Мы еще даже не начали говорить о том, каким образом Кочинский погиб. Мы еще не начали смотреть вообще в эту сторону ближайшей истории. Я могу только факты привести, очень интересные, поскольку я, в общем-то, прекрасно говорю и по-украински, и по-польски, то я читаю те источники, которые очень многие из вас, вероятно, не читают. Но когда вы смотрите на эти исторические факты, я вам просто приведу цифры. Значит, 200 тысяч поляков, я уже сказала о них, 1 миллион 350 тысяч поляков после оккупации земель польских, которые вошли уже потом в состав Западной и Восточной, Западной Украины и Белоруссии, они были отправлены в Сибирь. Вот такое количество. Очень многие поляки родились в Сибири, родились в России. Очень многие, точно так же, как и украинцы с западной части Украины. Я знаю, что 500 тысяч украинцев были уничтожены и переселены в Западной Украине. Точно так же, как полностью была расстреляна Компартия Западной Украины. Вот это кровавая история, которую надо знать, которую надо понимать. И сегодня, когда люди, многие продолжают не понимать то, что произошло с развалом Советского Союза, то я хочу вам напомнить, вот те страны, которые уже стали независимыми странами, которые, многие из них были независимые до 1939 года, они вздохнули и произнесли вот эту независимость. Я хорошо помню 30-летие, 30 лет назад, как мы ждали, как мы ожидали вот этой независимости Украины. Как мы стояли в многомиллионной цепи, объединяющей Западную Украину с Восточной. Как я, как журналист, я снимала и работала с организациями, такой организацией, как РУХ. Кроме самых тёплых слов, я ничего не могу сказать об этих людях. Это были люди совести. Это были люди абсолютно разных национальностей, которые работали на Украину. Мы все были украинцами. Независимо от этнической нашей принадлежности, мы были украинцами. Я помню хорошо, как ровно 30 лет, 30-го числа, сегодня, вот я сегодня подняла, и у меня над домом висит вот этот флаг, жёлто-плакетный. Это флаг, который пришёл, исторический флаг. Он пришёл от Владимира, вот того самого Владимира, который князь Киевской России, это его флаг, с его трезубцем. То есть это исторический украинский флаг. И я помню, как ровно 30 лет тому назад этот флаг несли, как его поднимали над Верховной Радой. Я помню, сколько людей плакало, сколько людей ждало и ожидало вот этот момент независимости. Вы поймите, для каждого народа момент независимости – это момент великого освобождения. Это то, без чего люди жить не могут. Потому что самое главное, вы можете жить без хлеба, вы можете жить и без чего-то ещё, вы не можете жить без свободы. Свобода, она абсолютно одинаковый критерий для любого живого существа. нация хотела стать свободной. Нация стала свободной. Я не знаю, освободилась ли она окончательно. Я не знаю, насколько этот путь пройден, потому что на сегодняшний день Украина стоит на полпути. Она как бы смотрит в будущее, но вот эти тяжёлые ноши, которые есть, историческая, тяжёлые ноши общения с империей, она не отпускает. Она, к сожалению, не отпускает. И то, что мы видим сейчас, это и радостно, и больно, и несправедливо, но, вероятно, у Бога есть для каждого свой путь. Украина пока стоит на распутье. Да, Лен, ты очень развернуто как раз высказала основные моменты, того, что мы обсуждали вот в эти дни. Несомненно, я должен обязательно проговорить ту тему, одну из магистральных тем, которые мы затрагивали, а мы затрагивали, это болезненная тема, мы сразу это и обозначили, мы затрагивали тему украинско-еврейских и польско-еврейских отношений. Потому что, когда... И польско-украинских отношений. Да, и польско-украинских, соответственно, тоже, конечно. И что получается, когда мы говорим с тех позиций фактов, с тех позиций, которые, может быть, кому-то действительно неприятны. Это понятно. Приятнее ощущать себя всегда правым, во всем правом. И какие-то вещи... Вот я знаю, что это было так. И на этом разговор заканчивать. К сожалению, выясняется то, что во многом вот этот советский агитпром, он промыл мозги, и в том числе нашей аудитории, очень здорово. И когда мы пытаемся рассказать о том, о чём, может быть, не все достаточно хорошо знают, часто мы слышим обвинения в том, зачем вы берёте эти святые вещи, залезаете в них и начинаете, в общем-то, какую-то ревизию истории. Но дело в том, что ревизионистами вот наши собеседники, причём очень хорошие, я вас действительно отсылаю в наш ТВ-телевизионный клуб «Континент» на Ютубе. Посмотрите, потому что это люди, которые вот с тем багажом знаний и откровенности, такой откровенности, которая не всегда присутствует. Многие же держат что-то, как говорится, в кармане, но они говорят откровенно, что думают, что знают. И если правда, она может быть очень не лицеприятна, но тем не менее она есть. Так вот, Лен, я думаю, что это очень важный момент, потому что не перейдя вот этот Рубикон, мы никуда дальше не придём. Алик Гомельский очень хорошо сказал, что мы или созидаем, или мы разрушаем, когда говорим об этом. Ну, кто-то думает, что если говорить правду, это разрушение. Вот что ты скажешь об этом? Это всё о стереотипах. Это потому что гораздо проще отрицать то, чего человек не знает, нежели постараться понять то, чего человек не знает. Вникнуть. Потому что мы всегда говорим, имеющий уши, да услышит, имеющий глаза, да увидит. Мы показываем документы, нам говорят, а, это всё неправда. Мы показываем источники, откуда эти документы, нам говорят, а, это всё неправда. Когда мы говорили о Польше, о Польше мы говорили сегодня. У нас сегодня как раз передача вышла. И принимал участие у нас в передаче человек, его зовут Куба Якуб Шеминский. То есть это поляк, в биографии которого написано место рождения России. И этот человек сам пришёл ко мне, он доктор, он гражданин Польши. Это человек, который получил образование, помимо всего прочего, медицинского, ещё в дипломатической академии. Он владеет, естественно, три родные языка, мы говорили сразу на трёх, польский, украинский, русский. Он владеет прекрасно английским, немецким, итальянским, на иврите, он четыре года работал в Израиле, он прекрасно говорит на иврите. Также владеет латыни, греческим и арамейским. Этот человек в силу своей дипломатической принадлежности имел и имеет доступ к тем документам, которые мы с вами, может быть, не имеем. Но мы об этом поговорим позже. А сейчас у нас перерыв. Рекламная пауза. Рекламная пауза. Оставайтесь с нами, и мы скоро вернёмся. Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире «Народной волны» с Игорем Цезарским. Возвращаемся в программу «Радиоблог». Ну и, наверное, традиционно в этом сегменте у вас есть возможность позвонить к нам в студию по телефону 847-400-5200, если у вас будут вопросы к ведущим программы. Пожалуйста, Игорь. Да, спасибо. Лен, ну, мы можем продолжить. Тогда на чём остановились, а именно на, в общем-то, биографии. О стереотипах давай будем говорить. Наверное, о стереотипах восприятия. Потому что для того, чтобы понять вот этот клубок межнациональных отношений, каждый раз, когда мы начинаем говорить, вот еврейская часть нашей аудитории, она сразу начинает, когда вот слышат «Украина» или «Польша», сразу начинается тема антисемитизма. При этом всё начинается с того, что первое, что мы слышим, «А вот Вильницкий». Там сотворил то-то, то-то, то-то. Мне хочется всегда сказать, а давайте будем рассматривать, а что сотворили египтяне, а что сотворил вообще Рим, уничтожив и храм, и страну, и государство. Давайте тогда плясать от иудейских войск. Давайте будем говорить о погромах, которые совершали в Англии, в Испании, во Франции, в Германии. Лен, то далеко было, а здесь свежи воспоминания, в том числе кто-то ещё из, в общем, живых свидетелей. Да, вот всегда мне очень в этой ситуации, мне всегда очень интересно услышать живых свидетелей. Точно так же, когда я слышу, когда мне начинают рассказывать о том, как зверствовали вандеровцы, при этом упускается момент, что сам вандеры сидел с 5 июля 1941 года за Ксенхаузене. И дальше вот просто вот рассматриваешь как бы те вбросы, сбросы, которые были сделаны МКВД. В частности, вот мы говорили с нашим польским другом Якубом Шнинским, как раз мы говорили о Волынской резне. Очень интересный показательный факт, как придумывались вообще и закладывались вот эти вбросы, чисто исторические, чисто фактологические. Уже, наверное, многие помнят, как фотография обошла весь интернет, не только интернет, и каждый раз говорили, вот это бандеровцы сделали. Фотография на дереве распятые дети. Несколько человек говорили, это все бандеровцы. Сделали Волынская резня. А потом, оказывается, это фотография 1926 года, сделана в Польше. Одна мать, которая сошла с ума, она вот такое сотворила со своими детьми. То есть это никакого отношения не имеет. И вот таких фактов очень много. А по этим фактам выстраивается огромная цепочка лжи. Что касается Волынской резни, то там тоже не так все, как описано было и описывается советской пропагандой. Потому что там сначала была провокация со стороны Польши. Там в этой провокации активно участие поляки и участвовали силы НКВД. Почему НКВД? Потому что польская армия и польские партизаны очень помогали как раз НКВДшникам. Вот так случилось. И об этом с документами нам рассказывал никто иной, как поляк. Потому что он непосредственно, его семья из тех мест была вынуждена и бежать. И потом они попали под весь этот молох советской репрессивной машины. Они попали вот как раз среди тех полутора миллионов, миллиона 350 тысяч поляков, которых просто выселили в Сибирь. И он рассказывал много интересных фактов из жизни его семьи, непосредственно его семьи. И да, там активное участие и активная провокация совершались как раз со стороны НКВД. Вот так это было. Но зато очень многие, наверное, не знают, что существовала еще такая операция Висла по переселению украинского населения с их нажитых реками земель из их домов и их переселяли совершенно в те районы, где они никогда не жили. Вот так вот работала репрессивная машина. Просто мы пытаемся понять и пытаемся вам рассказать об этом. Точно такие же в общем-то вещи несправедливые проходили и на Западной Украине, и в Западной Белоруссии. Они проходили и все время так доставалось уже, что всегда страдало известное население и страдало еврейское население. Почему там страдало еврейское население? Да потому что его там было в концентрации гораздо больше, чем в других местах. Но люди, которые говорят об антисемитизме, допустим, тех же украинцев, они забывают, что вот 1 июня этого года была большая очень статья и было большое выступление президента Украины еврея, кстати, этнического Зеленского, который давал интервью радиостанции «Свобода» и рассказал все о том, что есть и чего нет. Так вот, антисемитизма того, в котором продолжают обвинять украинцев, нет. Потому что люди забывают, что вот тот антисемитизм, который появился в России, он пришел в конце 18 века вместе с чертой оседлости, чертой оседлости, это Екатерина Вторая предложила евреям, которые жили на территории России, нет, Украины, после последнего четвертого раздела Польши, когда Польшу растерзали между империями Австро-Венгерской, Российской и Пруссией. Вот тогда, в этот момент, собственно, очень многие евреи попали, особенно в Южные области Украины. Одесса, вот в те части. И точно так же забывают сказать, что погромы, в основном это были Черносотинцы погромы, вот те самые Черносотинские погромы Российской империи. И государственный антисемитизм тоже был заслугой Советского Союза. Так что нам наследство досталось наследие империи и наследие Советского Союза. Так что, господа, мы просто рассказываем то, что было на самом деле. Лена, извини, я тебя прибью, у нас есть, кажется, звонок, мы попробуем его принять, если ты не против. Пожалуйста. Алло, здравствуйте. При всем при том, что вы говорите, вы почему-то не упоминаете, сколько польских евреев сумело выжить благодаря тому, что они попали в Россию, в Союз. Я это знаю из первых источников. Муж, второй муж моей тети, был польский еврей. И он убежал из Польши. И выжил благодаря тому, что он эвакуировался на этот, на Урал. и там женился. Почему вы женился? Я понимаю, о чем вы очень медленно просто говорите, я вам сразу отвечу. Я знаю эти факты, потому что я ими интересовалась и снимала. Поскольку я киевлянка, я снимала в Киеве в 1994 году одного из очень известных украинских модельеров Герц Мэппен. В 1939 году он бежал из Польши. Их встретили на границе Советского Союза. Автоматные очереди их не пускали. Им удалось кое-как прорваться. Вот ему удалось прорваться. Вся его семья осталась в Варшаве. Вся семья закончила существование в гетто. Далее вот этого человека, этого молодого абсолютно юношу на тот период его просто отправили в Сибирь. Он был в Сибири. Потом он вернулся каким-то образом в Киев. Он всю жизнь у меня есть видео это, я хорошо помню, как он начинал плакать, когда он вспоминал о том, что он всю жизнь должен был молчать. Он молчал и боялся слова сказать. Он молчал и боялся сказать вообще он говорил со страшным польским акцентом всю жизнь. Он просто боялся за себя за он даже сказал я не хотел иметь детей, потому что я не хотел, чтобы они страдали так, как страдал я. Только и все. Понимаете, можно всегда найти на любой факт исторический какого-то человека, у которого судьба так сложилась, но нельзя ни в коем случае делать обобщение. Мы говорим о величайшей трагедии, которая была. Мы никого не обеляем. Ни в коем случае. А преступники должны быть наказаны, невинные люди должны быть оправданы. Нельзя мазать одной мазью весь народ, потому что те же поляки, которые, как вы говорите, они занимают первое место по количеству праведников мира. Украинцы, кстати, находятся на втором месте. Это официальные данные. Только и всего. Я не хочу вас обидеть. Я просто рассказываю так, как оно есть. Вы говорите сейчас по-рубранту. рассказываю, как оно есть, как оно было. Моей тете муж еврейский, польский еврей, у него был сын. Этот сын сражался в советской армии. А после окончания войны он был в Израиле и командовал там полком, танковым полком. Ну, и что? Да. Какие выводы? Еще вам один пример. Так, ну, примеров извините. Вы не приводите пример. Ну, хорошо. Дело вот в чем, что я понимаю, о чем разговор. На частных примерах строится какая-то логическое заключение делается. Но, чтобы вы понимали правильно, и чтобы, может быть, возможные претензии к нам не шли. И у Лены, и у меня есть родственники, которые окончили свой век в Бабьем Яру. Но... У меня 50 членов семьи моего отца находятся в Бабьем Яре. С конца 1989 года совместно с Эльной Левитасом я занималась расследованием и занимались документами по Бабьему Яру. Поэтому не надо... Знаете, у вас говорят эмоции. Я понимаю, у вас есть какие-то примеры, но вы забыли, я в самом начале сказала, что миллион 320 тысяч поляков и украинцев, нет, только поляков, попало в Сибирь. как они там выживали и как они возвращались. Это жилья разговора. Не все выжили. Величайшая трагедия многих народов, даже немецкого народа, если взять тех волынских немцев, которые также прошли Среднюю Азию и так далее, и тоже многие остались по дороге, так сказать. У нас есть звонок, попробуем принять. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте, Террина из Атланты. Хотела просто поддержать Лену в том плане, что у нас, у меня тоже есть родственники, и я тоже знаю, не из последних рук, что поляки, которым удалось прорваться в Россию, многие из них сидели в лагерях. И вот, допустим, тетя моего мужа, она познакомилась со своим мужем поляком, и потом уехала в Польше, как раз вот они все сидели там, и они случайно познакомились, поженились, и уехали потом в Польшу, а потом в Израиль после войны. Так что о том, что польских евреев так хорошо принимали в России, это сказки. Это сказки абсолютно точные, потому что моя профессия называется журналистика. Я работала на телевидении всю жизнь. в начале 91-го, 92-го, 93-х годов я сотрудничала с польским телевидением. Я работала вместе с ними и ездила в Польшу, как раз интересовалась этой темой. Я снимала людей, я разговаривала. Я могу сказать одно, когда нам говорят о том, что там кто-то антисемит больше или меньше, говорят, вот сколько евреев в Польше погибло. В Польше погибло 3 миллиона евреев, в Польше погибло 3 миллиона поляков. Одних уничтожали за то, что они евреи, друг за то, что они поляки. Только и всего. Леонид, что надо принять его. Добрый день, слушаем вас. Говорите, пожалуйста. А ну добрый день еще раз. Вы говорите о том, что поляки действовали украинцы действовали, вы обвиняете Бандера. Я лично знаю внуков Бандеры. Он слова никогда не говорил плохого о русских. И я не понял замечания. А я просто хочу поставить, кто говорит, так это только вы говорите. русского на русский надо переводить. попробуем следующий звонок. говорить не буду, разные люди есть. Я не собираюсь, честно говоря, никому ничего доказывать. Мы достаем вот этот факт исторический и показываем вам. Нравится вам, не нравится. Это факт. он основан на основе документов. И когда мне говорят о том, что где-то кого-то хорошо где-то принимали, я говорю, я не знаю, как принимали, я знаю, что миллион триста двадцать тысяч поляков были отосланы в Сибирь. Пятьсот тысяч украинцев попали после вот тридцать девятого года в Сибирь. Расстрелянные, переселенные. Это факт. Мы не можем отрицать факт. Мы можем комментировать его с позиции того, во что мы верим. Но есть факт. Лен, я понимаю, что нас иногда говорят, вы с позиции русофобской выступаете. Но это любимая тема, когда хотят в чем-то обвинить. Но самое интересное, что нигде никогда никто не говорит обо всем русском народе целиком и обсуждая его. обсуждают вообще-то действия Российской империи. И если мы покопаемся, кто был по национальному составу, даже кто сидел во главе, то есть династия Романовых и так далее, то мы говорить о вине русского или какого другого народа будет весьма сложно. Поэтому мы говорим о преступлении той страны, причем многократарной страны. И преступлении власти, которая не хочет сказать правду. Вот подумайте сами, когда Российской Федерации запрещено открывать архивы ГБ, они запрещены до 2040 года. В Украине они открыты. Они есть в Польше, они есть в архивах ЦРУ, они есть в библиотеке Конгресса США, они есть в этом доступе. И мы общаемся с теми людьми, которые читают и показывают эти архивы. Они нам показывают документы. О чем это говорит? Нет, мы не верим, но вы можете верить. О чем это говорит, извини? Мы примем звонок, но говорит это, по-моему, только об одном, значит, есть что скрывать. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Вы знаете, я хотела поддержать то, что получаются двойные стандарты. Почему-то Германию все простили. Фашисты убили 6 миллионов евреев, и евреи поехали в Германию, так сказать, убегали от русского антисемитизма. А почему-то антисемитизм Украины или Польши никак невозможно простить. В то время, когда, да, в каждой стране были свои изверги, которые помогали фашистам убивать евреев. Может быть, только в Дании не было, там, где король дел звезду и наипоскорные там точку. Но неважно. Это хорошо различен таят любва. А король, который напевал Магендарин? Ну, неважно. В любом случае, там, конечно, не в той степени это понятно. То есть, такого не было, как и в других странах европейских. Но совершенно верное замечание, кому-то прощается, кому-то нет. Так, у нас еще звонок, слушаем вас. Перезвоните, пожалуйста. Да, если можно. Народ возбудился. Не, ну, как всегда, бывает, ближе к концу передачи. Да даже не в этом дело. Наша задача не давать оценки. Мы рассказываем, информацию даем вам. Оценки будет давать истории. Нам хочется, чтобы вы услышали, просто услышали, то, что есть, помимо пропаганды, и цели этой пропаганды. Экс, звони, давай попробуем, у нас уже времени немного. Да, слушаем вас. Я хочу сказать, что русские, мы жили очень долго в Сибири. Великолепные люди. Никогда и не чутло среди рудких антидемитизма, как на Украине. Вот это я хочу сказать. Сибиряки отличные люди. Мы жили в Красноярском крае. Очень хорошие люди были. Я жила в Крымсояте 6 лет тоже. Да. Ну, действительно, Сибиряки действительно хорошие люди. Кто бы сказал? Каким образом поляки попали в Сибирь? Каким образом украинцы попали в Сибирь? Каким образом они там очутились? Давай примем. Добрый день. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотя об истории нельзя так говорить, но давайте предположим, не было бы договора между Россией и Германией. Как бы развивались события? Извините. Договора между Россией и Германией не было. был договор между Советским Союзом и Германией. Это разные абсолютно понятия. Моя ошибка. Россия является правонаследницей Советского Союза. Россия с Германией подписывала другие договора. Как развивались события? Ну, зачем вы приволите тему? Я понял свою ошибку между Советским Союзом и Германией. Как бы развивались события как раз для народов западных частей и Прибалтики? Спасибо. Вы знаете, вы сейчас поставили вопрос мягко говоря некорректно, потому что мы не занимаемся бангованием, мы рассматриваем историю, которая не рассматривается в сослагательном наклонении. Это да, потому что если бы в какой-то из набегов на банки Сталина пристрелили, может быть тоже что-то по-другому было бы. Ну и так далее. Но тогда он был Кобой. Когда он банки брал, он был Кобой. Тогда он был Кобой. Ну, у нас совсем немного времени остается, я думаю, что уже вряд ли мы сумеем ответить на ваши звонки, но мы можем делать какой-то вот согласно нашему сегодняшнему разговору. Лен, давай делай заключение. Я делаю заключение. Мы подняли вот этот исторический пласт в континенте специально. У нас участвует Андрей Андрю Андерсон, он этнический немец, который вот из семьи репрессированных немцев российских. У нас является Кубок Шеминский, который является этническим поляком, гражданином Польши, и мы говорим с ним о поляках. У нас принимают украинцы, у нас принимают участие евреи. То есть все участники вот той исторической территории, где очень многих привлекает вот именно тема, тема взаимоотношений. Мы еще не начинали говорить о литовцах, не начинали говорить о вообще Прибалтике, которая тоже является жертвой. И мы еще не начинали говорить о том, что такое современная война большой империи по отношению к ее большим гражданам. Мы продолжим обязательно, а пока мы поздравляем всех граждан Украины, кто живет в Америке, ну и самих украинцев с национальным праздником. Желаем всех благ, как говорится. Спасибо.